Еще у первой половины 90-х годов об поселку Зареча, реческого района, практически никто не ведал. С 1957 года тут находилась свыше сокретная ракетная часть, трапеть на территорию, которой было просто немогчимо. Поселок Зареча и назывался тогда по-иншему Гомель-30, от военных заставился жилый фонд и некоторые администрационные будинки. В былом штабе, например, сегодня находится поселковый совет, а в военном клубе дом культуры. Эта котельная была побудована больше, как по 100 годе тому, и весь этот час поселок Зареча отрымывал тепло миновито осюль. Причем, как и все в военном городке, этот объект был сокретным. Теперь его плануется сдать в аренду предприимальникам. Старую котельную закрыли в минулом году. Причина оказалась некакая. По-перше, обсталевание, которое тут выкорестовывалось, состарело физично и морально. По-друге, страты тепла при его подаче до споживцов доходили до 45%. По отсутности, далеко не танное палево выкорестовывали для подогрева земли. Новую котельную в эксплуатацию вели на праканце минулого года. Причим, одночасово за ею будовництвом заменили еще и усю теплотрассу. Это дозволило снизить страты тепла до 4%. Амаль у троя меньше доведенных нормативов. Для реализации проекта выкорестали амаль 3 миллиона долларов, выдаткованных Сусветным банком. Основный вид палево – дравнина, недохопа у якой нема. По якосе резервового палево газ, а левыкорестовывать его будут только в выключенных выпадках. Прытыжи температурах поветра от минус 30 и ниже. Подвозы и щепы осуществляются своевременно. По первому требованию всегда нам подвозят. Ну и запас, конечно, наш навес, 7-дневного запаса топлива, он у нас обычно заполнен. До работы на полную могутность новая котельная готова приступить хоть зараз. После всяких раз, тут не выключают, что когда температура поветра и долей будет заставаться на относно низком узровне, у всех котлы будут уключены уже на этом три дня. В сравнении со второй котельной новая дозволить, что год экономить до 600 тысяч рублей. Хоть и гэта лишь бы может повеличиться. У планах керавництва реческого района и жилком газа оптимизовать колькость працующих. Тем больше, что первоважно больше этих процессов автоматизованные. Правда, зарабить гэта можно будет только прикладно про старые годы. По умову контракту на протягу гарантинного термина эксплуатации уносить корректировки у технологичный процесс нельга. Оборудование, установленное на котельной, позволяет дистанционно управлять всеми процессами. Один вопрос остается – подача топлива. Здесь он механизировать полностью не получается со склада топлива, поэтому будет как-то минимум два человека здесь присутствовать на этой котельной в дневное время. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, Телерадо-компания «Гомель», Раджевский район.